Я готова очки сбрызнуть Всем привет! В этом видео я хочу с вами поговорить, хотя я думаю вы из названия уже поняли о чем я буду с вами разговаривать Эта тема пришла мне в голову неспроста, честно даже не собиралась снимать на такую тему видео Стали задавать вопросы, это раз, и во-вторых я сама в последнее время с ведением канала стала наблюдать, что эта тема как раз таки очень даже актуальна Не нужно снимать на эту тему видео, тем более что она уже два дня засела у меня в голове, я просто не могу не снять это видео Первое, знакомство по интернету, опять же все в курсе, что такое интернет, никому не нужно объяснять, я думаю этого Все знают, что интернет у нас практически всесилен сейчас, он знает ответы на все твои вопросы Он может дать тебе кучу советов, может найти твою любовь, может помочь тебе с покупками одежды, так же как и еды и тому подобное Так как тема у нас знакомство по интернету, то для чего оно нужно? Для того, чтобы одинокие люди становились не одинокими Башкеп Многие знакомятся через интернет и долгое время живут вместе, заводят семьи Также есть плачевные знакомства Кто-то был просто насмешкой для кого-то, либо кто-то просто насмеивается на людьми У каждого свой итог, но не нужно опять же бояться всего Не нужно быть такими зажатыми Нужно просто подходить ко всему этому с умом опять же Везде, где мы юзаем свой ум, нам хорошо и мы чувствуем себя комфортно Это всегда лучше, чем быть зажатым и сидеть в своей скорлупе Ну и второе, кому же это все-таки нужно? Да я думаю вам Это всем одиноким людям В принципе-то рано или поздно любой из нас, даже если он не верил когда-то в это Даже если он скептически относился к этому, прибегнет к этому способу И многие мои знакомые знакомились через интернет, живут некоторые долго и счастливо У некоторых даже начиная с первого свидания ничего не получалось Кто-то оставался просто друзьями хорошими, до сих пор дружат Интернет-знакомства, они нужны всем Потому что это, во-первых, общение Интернет-знакомства бывают разные Для каких-то утех, создания семьи Для того, чтобы просто найти спутницу Опять же, просто дружить Много разных вариантов Вы уже здесь выбираете сами, для чего вам интернет-знакомство Многие относятся к этому, раз кто-то познакомился через интернет Все, семьи не бывать Это пропащие люди, которые знакомятся через интернет Я раньше также скептически относилась к этому Я никогда не знакомилась через интернет Потому что я в это не верила Опять же, если бы мне пришлось, мне бы припекло То я бы прибегла к этому способу Честно, я люблю больше живое общение Именно живое знакомство Как это все обстоит, когда люди знакомятся Вот именно с глазу на глаз Все такие прям пытаются друг другу понравиться Все заигрывают с друг другом Так все миленько, так все смешно, взбалмошно как-то Это эмоции, это так заряжает Именно в хорошем понимании заряжает Когда люди друг друга видят, встречаются взглядами Они кокетничают, да, они как-то пытаются понравиться друг другу Эти все моменты, они вас заряжают позитивом и окрыляют И это круто Инпернет-знакомство Это чуть-чуть другое Вы не видите человека Вы не видите его эмоций Вы не видите, говорит он вам правду или нет Потому что я, допустим, как меня называет один человек Чтец лиц и эмоций Я по некоторым людям, особенно с которыми давно общаюсь и часто Я могу определить, где они слукавили, где они наврали Я не знаю, плохая эта черта или хорошая Но из-за этой черты я очень часто перестаю общаться с людьми Потому что я вижу, что они мне часто врут Вот это один из моментов, почему я не знакомлюсь через интернет Даже просто для дружбы Потом, когда встречаетесь, вы просто оцениваете друг друга визуально Уже как бы, да, покупая что ли друг друга Либо принимая А, ну да, ну сойдет Ну не знаю, это мое какое-то такое видение Мое какое-то мнение на этот счет Будем объективны, да, не у всех достаточно друзей в реальной жизни Не у всех достаточно поклонников Не у всех есть отношения Поэтому многие люди и прибегают к такому способу В людях, может быть, чуточку неуверенных в себе Поэтому им легче общаться сначала через экран Через какие-то сообщения, видеоконтакт какой-то Но опять же нужно быть аккуратными Потому что есть много лживых людей И в интернете вы как раз-таки этого сразу не поймете Мое мнение насчет этого всего Знаете, я даже, наверное, поддерживаю это Идею сайта знакомств Идею как таковую общения людей Знаете, мне, ну, не много Но есть одинокие люди, которые пишут, что им одиноко Им кажется, что они всю жизнь будут одни Уверяю вас, если вы приложите какие-либо усилия То вы не будете одни Попробуйте какой-нибудь сайт знакомств Попробуйте общение вживую Если вы не боязливый человек Может быть, многие подумали из этого видео Что я буду рекламировать какой-то сайт определенный Нет, может быть, это даже грубо для кого-то прозвучит Но для каждого очкарика есть свой очкарик Для каждого носатого есть свой носатый Для каждого человека есть в этом мире свой человек Это не вторая половинка Я считаю, что вообще не бывает своей второй половинки Бывает человек, с которым тебе комфортно С которым тебе хочется проводить время С которым тебе смешно и интересно Который веселит тебя И ты его Вам вместе круто Вам никто не нужен, кроме вас Вот двоих В первую очередь, вы должны быть друзьями А уж потом любовниками Уж потом семейной парой Родителями и все остальное Сначала друзья, мне кажется Которые будут поддерживать друг друга И понимать друг друга Но, чтобы до всего этого дойти Вы должны сделать шаг К чему я это все вела К тому, чтобы вы просто попробовали Пусть это будет не какой-нибудь сайт знакомств Попробуйте с какой-нибудь соцсети Попробуйте лайкнуть к чью-то фотку Которая вам понравилась Если это одинокий человек Потому что я не очень хорошо отношусь К тем людям, которые с женатыми И я вам не советую такое практиковать Потому что всегда нужно ставить себя На место того человека Которому вы можете сделать больно Которому вы можете разбить семью Потому что, будем честными Многие женатики И женщины, и мужчины Сидят на сайтах знакомств У каждого свои тараканы в голове Как вы вообще относитесь К таким знакомствам через интернет Как вы считаете Действенно это, либо нет Может быть, у кого-то был какой-то опыт В каких соцсетях вы сидите в основном Именно даже вот знакомитесь Общаетесь Если, может быть, даже кто-то знает Какой-нибудь сайт знакомств То оставьте ссылку в комментарии Может быть, кому-то пригодится Мне бы тоже хотелось, чтобы Все нашли что-то хорошее в этой жизни Человека хорошего, дело хорошее Чтобы все радовались И не писали грустных комментариев Чтобы вы были не грустны А радовались жизни И если вам поможет Даже это, снятое мною видео И оставленная ссылка Чья-нибудь на сайт знакомств То я буду только рада Я желаю, чтобы у вас все получилось И не отчаивайтесь никогда Идите только вперед Всегда следуйте своему желанию И на этой позитивной ноте Я хочу закончить Всем пока-пока Знаете, какое преимущество у очков? Они тебя сразу преображают Сразу такая умная Сразу такая начитанная У каждого своя история Нужно просто Кто мне там писал? Как мило Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok